Орлинский храм К этому событию самое прямое отношение. Зимний предел храма был освящен в честь великого полководца. И именно здесь будет центр празднования всей Соликамской епархии. К этому событию готовится основательно – благоустраивать территорию перед храмом и за ним. Сейчас мне хочется торжественно открыть, затем осветить ту часть, которая уже устроена площадке. То есть мы благодаря гранту выполнили привлеченным средством завода «Озвод». Березняковский содовый завод, частные лица помогли. Кто песком, кто щебнем, с миром, по нитке, как говорится. И вот один из самых торжественных моментов. Представители березняковских предприятий и городской администрации перерезают красную ленточку. Новая площадка считается открытой. Еще недавно здесь была земля, заросшая травой. Ко входу в храм вела тропинка. Теперь территорию и не узнать. Ровно выложена тротуарная плитка. По краям стоят клумбы с цветами. Чистота и порядок. При храме работает воскресная школа. Семилетняя Настя постоянно здесь занимается, поет в хоре. Девочка считает, чистота должна быть не только наглядной, но и в помыслах. Мы учимся рисовать, молитвы, нам рассказывают истории по книжкам. Мне очень помогать людям хорошо, чтобы у всех было все хорошо. Для гостей торжественного мероприятия был организован небольшой концерт. Всех, кто сегодня пришел, угостили ароматной выпечкой, ватрушками с морковью. Отец Михаил рассказал присутствующим, что благоустройство территории храма будет продолжено. На заднем дворе у самой реки организована детская площадка. Она появилась совсем недавно, но местные жители уже успели ее подпортить. Часть оборудования площадки и вовсе пропала. Так что здесь еще есть, что приводить в порядок. Настоятель уверен, общими силами все получится. Для реализации проекта, который мы видели, результат его, слава Богу, достаточно и особенно благодарность мне Андрею Николаевичу, директору Азот, очень хорошо помогли. И причем выручили в самый нужный момент, когда средств катастрофически не хватало, а, как говорится, дорога ложка к обеду. Орлинскому храму похвалы Пресвятой Богородицы в следующем году исполняется 285 лет. Исторический памятник охраняется государством. Но вопрос его сохранности касается и каждого из нас. В наших силах постараться сберечь шедевр архитектуры 18 века для будущих поколений.